Добрый день! В этом видео я расскажу, как собирается бандажная модификация кубика 3х3 под названием Toolbar for Cube. Для того, чтобы изготовить этот бандаж, достаточно закрепить три элемента с одной стороны и три элемента с другой стороны. Это, как обычно, можно сделать при помощи бандажного набора от компании Cube Twist, либо из обычного кубика 3х3 при помощи клея или скотча. Сборка такой головоломки будет значительно отличаться от обычного кубика 3х3 и больше похожа на сборку кубоидов. В отличие от стандартного кубика робика, мы будем сначала собирать средний слой, потом по отдельности крайний. Особенностью этого бандажа является то, что здесь невозможно сделать даже обычный пиф-паф. И очень многие алгоритмы из обычного кубика робика здесь не работают. Если зафиксированы белые и желтые стороны, то сверху у нас будет располагаться либо синий, либо зеленый цвет. Для того, чтобы собрать средний слой, мы ставим вот эти вот сблокированные элементы к себе одним цветом, вот оранжевым или красным с другой стороны, и просто, вращая средний слой, уставляем центр. Вот средний слой собран. Делается интуитивно в пару движений. После сборки среднего слоя собираем либо зеленую сторону, либо синюю сторону, какая удобнее. Для начала находим ребра и определяем, правильно ли они ориентированы. Видим, здесь зеленое ребро ориентировано неправильно, но должно зеленым цветом быть направлено вверх. Это тоже два неправильно ориентированных ребра. Эти ребра не имеют зеленого цвета. Смотрим с другой стороны. Вот два зеленых ребра, и они ориентированы правильно. То есть, если мы их переставим на зеленую грань, то зеленый цвет совпадет с центром. Для начала правильно ориентируем все ребра. Для этого мы будем использовать одну из двух формул. Первая формула будет переворачивать два вот этих ребра. Выглядит она вот так. М штрих, У, М, У2, М штрих, У, М. Два вот этих ребра перевернулись. Вторая формула разворачивает два ребра, стоящих напротив. Вот это и вот это. Выглядит вот так. М, У, М, У, М, У, М2. И в обратную сторону. У, М, У, М, У, М, У, М и О2. Все ребра ориентированы правильно. Из них, в данном случае, три на этой стороне, одно на этой. Не важно, где сейчас располагаются ребра. Главное, чтобы они были правильно ориентированы. Для этого используем два алгоритма. Если на грани у нас есть только одно ребро, зеленое, и только одно ребро необходимо развернуть, то мы используем любой из этих алгоритмов. помним, что один из них разворачивает вот эти два элемента, другой вот эти два. То есть, соответственно, мы можем использовать любой из них, правильно подставив это ребро. То, что у нас развернется какое-то еще, нам сейчас это не важно. К примеру, развернем два вот этих, и это правильно будет ориентировано. М-штрих У, М-У-2, М-штрих У-М. Вот ребро перевернулось. После того, как все ребра правильно ориентированы, их необходимо расставить по местам. Если мы начали с зеленой стороны, то берем зеленый центр сверху и располагаем имеющиеся ребра. К примеру, вот желтые и оранжевые стоят уже правильно, но не будем их нарушать. Снизу у нас есть зелено-красное ребро, и его необходимо поставить напротив зелено-оранжевого. В таком положении у нас правая грань крутится, в таком положении не крутится. Поэтому очевидно, что переносить вот это ребро сюда мы будем при помощи грани, которая крутится. То есть вот сюда нужно подставить место, где должно стоять красное ребро. Подставляем. Вот здесь должно быть красное ребро напротив оранжевого. Отсюда красное ребро отводим в сторону, опускаем место, вставляем сюда ребро и поднимаем. Проверяем. Вот оранжевое стоит, желтое стоит, красное стоит. Но остается сюда поставить бело-зеленое. Вот оно. Опускаем, подводим нужное ребро, бело-зеленое, и поднимаем вверх. Вот зеленый крест собран. Покажу еще один пример. Допустим, мы все ребра ориентировали, и сверху у нас осталось только одно, либо вообще ни одного. Но если одно, мы ставим сразу его как положено. Если не одного, как, к примеру, здесь, то мы сначала любое ребро отправляем наверх. Важно помнить, что нельзя нарушать расположение среднего слоя. К примеру, сейчас у нас есть все четыре занятые. Поднимаем, отводим в сторону и опускаем, чтобы у нас вот эта волоска сохранялась. А теперь у нас появился один элемент, ставим его к оранжевому центру. Все хорошо. Ну, следующий можно сразу поставить красный, напротив оранжевого. То есть вот сюда. Здесь свободно. Вот зелено-красное ребро. Опускаем, подводим сюда ребро, поднимаем. То есть здесь без всяких алгоритмов все интуитивно. И вот два ставят по местам. Дальше сюда нужно бело-зеленое. Вот оно бело-зеленое. Ведем в сторону для начала. Опустим место, вставим ребро, поднимем. Ну и остается у нас зелено-желтое. Вот это. Ну, можем его либо с этой стороны загнать, либо перехватить кубик с этой. Опустим, подгоним ребро, поднимем. У нас получился зеленый крест. И крест, соответственно, правильный. Здесь ничего сложного и особых алгоритмов тоже нет. Дальше нам необходимо поставить вот сюда зеленые углы сразу в нужном порядке, чтобы зеленая сторона была уже полностью собрана. Вот этот уголок стоит уже правильно. Расставим остальные. Видим, что вот эти стоят неправильно. Но пока мы для них никаких алгоритмов использовать не будем. Найдем снизу зеленый уголок. Вот. Бело-красно-зеленый. Следующий алгоритм, который я покажу, мы будем вот отсюда уголок вставить сюда. То есть, именно вот так вот по диагонали. У нас бело-красно-зеленый. Совмещаем вот этот цвет со стороной, которая вот здесь. То есть, вот красный-красный с красным центром. Вот эти цвета должны быть противоположные, так и положено. То есть, если вот этот уголок сюда встанет, то как раз получится, все по цветам совпадает. Бело-красно-зеленый. Но вот это нам блокирует. Чтобы оно нам не мешало, мы повернем средний слой и будем выполнять алгоритм. R2U' L2U. Нехитрые движения, их нужно повторить дважды. R2U' L2U. Это формула из кубоидов. И вот у нас уголок встал как надо. Возвращаем средний слой на место. Видим, что все по цветам совпадает. Ищем еще снизу зеленый. Вот зеленый. Желто-зелено-красный. Совмещаем желтый с желтым. Цвета противоположные. Все хорошо. Здесь нам даже эта планка не мешает. Можем делать алгоритм сразу. R2U' L2U. R2U' L2U. Уголок встал на место. Дальше. Вот еще один. Совмещаем белый с белым. Цвета противоположные. Вот сюда он встанет. R2U' L2U. R2U' L2U. В случае, если все четыре зеленых уголка стоят уже сверху, но стоять неправильно, мы можем либо использовать формулы как для синей стороны, которую я покажу чуть позже, либо просто вместо какого-то из зеленых поставить любой уголок. Тогда он вытеснит зеленый. А, к примеру, я поставлю вот этот сюда. И тогда зеленый выйдет вниз, и его можно будет поставить на свое место. И так получат все. Либо использовать формулы для P-L, которые будут на синей стороне. Сейчас переворачиваем. Два слоя собраны. На синей стороне мы сначала ориентируем ребра, чтобы был собран ОЛЛ. Мы имеем две формы, которые переворачивают либо два вот этих, либо два вот этих. Давайте воспользуемся одной из них. К примеру, перевернем этот и этот. Кстати, вот снежинка бывает здесь достаточно редко. Обычно два нужно перевернуть. МУ, 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 М2, УМ, 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 У2. Вот у нас развернулись два вот этих элемента. Можем повторить и развернуть вот эти два. МУ, 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 М2, УМ, 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 У2 здесь уже как бы не нужен. Вот у нас ОЛЛ собран. Остается собрать P-L. В отличие от обычного кубика-рубика, мы будем сначала переставлять углы, потом переставлять ребра. Этап ориентирования углов в данной головоломке отсутствует, поскольку вот эти заблокированные элементы не дают возможности разворачиваться уголкам на своем месте. Ну, пиф-пафт сделать невозможно. Поэтому ориентация углов здесь отсутствует. Для того, чтобы переставить углы, здесь потребуются специальные формулы, которые не из-за обычного Фридриха. это формула для кубоидов. Я покажу две. Это будет T-Perm и Лямбда. T-Perm нам переставляет два вот этих угла и два вот этих ребра. Ну, как в обычном кубике рубика. Лямбда, соответственно, переставляет два вот этих угла и два вот этих ребра. В зависимости от того, какая ситуация у нас есть, мы можем из них выбирать тот или иной, чтобы, ну, заодно и решить и ребра. Если не T-Perm, не Лямбда, то какой проще алгоритм, такой лучше использовать. Я здесь использую T-Perm. R2U, R2U', 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 D'. Первые два слоя целые. Доворачиваем вверх и видим, что все углы собраны. Это был алгоритм T-Perm для кубоидов. Ну и на всякий случай покажу Лямбда. R2U, R2D', R2U', 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 D', R2U'. Видимо, вот эти два угла опять на месте. Вот эти поменялись. То есть, либо T-Perm, либо Лямбда. Выбирайте, что нравится. В данном случае я вижу, что мне необходимо поменять два вот этих угла и два вот этих ребра. А это явный случай обычного T-Perm из Фридриха. Поэтому, для того, чтобы вот этот дособрать, я сейчас могу применить формулу T-Perm. R2U, R2U', R2U', D', R2U', 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 R2D'. И весь кубик собрался. В случае, если у нас не Лямбда и не Т-Perm, возможно, всего лишь четыре ситуации. Это U-Perm. Здесь алгоритмы из обычного Фридриха. То есть, мы видим, нужно переставить ребра по треугольнику. Это сюда, это сюда, это сюда. И здесь, естественно, формулу нужно использовать через движение M. M2U', 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 M2U'. Если U1 в другую сторону, мы используем похожую формулу, в которой меняется один ход. То есть, белый идет сюда, красный сюда, желтый сюда. М2U', M2U', 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 M2U'. То есть, U' поменялся на U в двух местах, а так алгоритм такой же. Стандартный H-Perm, третья ситуация, которая здесь может получиться, решается, опять же, базовым алгоритмом. M2U', M2U', M2U'. M2U', M2U', M2U'. Алгоритм, который M2U', повторит шесть раз, здесь тоже работает. Он подольше, но запоминать легче. Ну и четвертая ситуация, это Z1, где два ребра, вот эти переставляются, два вот этих. Тоже базовый алгоритм из Фридриха. M'U', M2U', 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 M2U'. Вот и все. Сложного здесь ничего нет. Ну, по крайней мере, ребра переставляются так же, как и Фридрихи. Единственное, рассматривать этот кубик нужно, как кубоид. Ну, и тогда жизнь станет проще. На всякий случай покажу еще пример сборки с объяснениями. Вот, к примеру, вот так замешан кубик. Опять для начала собираем средний слой. Ставим параллельно вот эти блоки. И подводим центры. Средний слой собран. Смотрим, ну, опять давайте, зеленого. Здесь одно ребро правильно ориентировано. Одно неправильно. Здесь два ребра ориентированы правильно. Значит, нам нужно развернуть одно вот это. Ну, чтобы его развернуть, я развернул два вот этих. Использую, вот так вот повертем, алгоритм МУ, МУ, М2, УМ, УМ, У2. Вот здесь два ребра есть. Два ребра здесь. Ставим хотя бы одно из них правильно. Ну, стали оба правильно. Это хорошо. Расставляем остальные. Ну, к примеру, вот сюда можно поставить желтое. Зелено-желтое. Ищем зелено-желтое. Вот оно. Опускаем. Подводим. Поднимаем. Зелено-красное должно стоять вот здесь. Подводим сюда это место. Опускаем. Вставляем зелено-красное. Поднимаем. Ну, и выравниваем. Крест готов. Собираем углы. Находим снизу. Бело-красно-зеленое. Совмещаем с красным центром. Здесь цвета противоположные. Мешает планка. Подворачиваем средний слой. Делаем алгоритм. Возвращаем средний слой. Узалог встал хорошо. Ищем следующий. Желто-красно-зеленый. Совмещаем желтое и цвета. Здесь противоположные. Делаем алгоритм. Все хорошо. Следующий. Вот этот. Ну, здесь опять некрасиво. Кстати, можно делать это не только через правую руку, но и через левую. Давайте разок покажу. К примеру, вот здесь совмещаем желтые цвета. Вот здесь противоположные. И уже подворачивать средний слой не нужно. Как бы знание необязательное, но вдруг пригодится где-то в кубоидах. Л-2у, Р-2у-штрих, Л-2у, Р-2у-штрих. И уголок на месте. Ну, ищем четвертый. Вот он. Совмещаем. Цвета одинаковые. Цвета противоположные. Р-2у-штрих, Л-2у, Р-2у-штрих, Л-2у. Два слоя готовы. Переворачиваем. Видим, что здесь нужно развернуть два вот этих ребра. Используем алгоритм М-штрих, У, М-у-2, М-штрих, У, М. Все ориентировано правильно. Ну, и видим здесь Т-перму. Ну, для того, чтобы ребра не скиповали. То есть, если я сейчас сделаю Т-перму, кубик соберется весь. Но чтобы еще нам пособирать ребра, я сделаю специально лямбду. Хотя, ну, это будет лишнее движение. Но все-таки это сборка с объяснениями. Лямбда делается так. Р-2у, Р-2, Д-штрих, Р-2у, Р-2у-штрих, Р-2у-штрих, Д, Р-2у-штрих. Вот мы сделали лямбду. Все уголки расставили. И у нас Ю-перму. Ну, и делаем Ю-перму. М-2у-штрих, М-У-2, М-штрих, У-штрих, М-2. Вот и все. Вот и вся сборка. Ну, теперь я этот кубик разберу. Соберу следующий бандаж. И, если он будет интересен, опять запишу видео. А на этом все. Тренируйтесь. И все у вас получится. Всем спасибо. Всем пока.